Самые харизматичные ведущие на деле радиоканале страна и вам уже в эфире, да, в вечернем эфире, вашим любимым здесь, как всегда, мы, Маша Новая, Майк Войс. Действительно, мы. Ну и, кстати, один харизматичный стул сегодня вместе с нами, потому что там будет такой же харизматичный герой. Друзья мои, прошу любить и жаловать юморист, сценарист и креативный продюсер шоу Студия Союз, а также, как он сам говорит, что самый молчаливый участник этого шоу Александр Алымов. Эй! Саша, зачем ты что-то говоришь? Ничего не говоришь, ты же молчаливый, просто молчи, иди сюда, пожмем друг другу руки. Подожди, это он шоу молчаливый, а к нам пришел в гости, да. Ой, ну а, вау, круто, настоящий джентль. У меня такого не было. Впервые мне кто-то в эфире поцеловал руку, как настоящий джентль. Саша, у нас есть договоренность, мы уже на ты, мы в эфире, хватит всех вот этих регуляций. У нас есть договоренность, да, в полной надежде, что познакомился с Нашей, познакомился с звукорежиссером и видеорежиссером. Итак, у нас есть договоренность с Машей, что когда у нас мужчины гости, она их представляет. И я обычно в этот момент молчу, я очень жду дам, потому что я представляю дам. Но дамы к нам практически никогда не приходят, поэтому все время представляю. И мне это очень нравится, Саша. Ты дождись, следую. Я могу говорить? Я могу говорить? Да, говори, пожалуйста. Просто там у меня нельзя говорить. Здесь можно говорить постоянно. Здесь можно выговориться, поверь мне. Мы хоть отдохнем. Что тебя волнует сейчас? Юморист? Или про что вопрос? Вообще про все. Как я тебе представила? Понравилось? Ну, Саша. Можно было бы и лучше, да? Саша, подожди. Вот, вот к чему я и набивался. Это единственный будет раз, исключение, когда я тоже представлю мужчину, как и ты. Интересно, как он это выглядит. Телеведущий, киноман, семьянин и алкоголик Алымов Александр. Я не выдумал. Это здесь написано. Александр. Александр Алымов. Алымов, да. Миша, это называется Инстаграм. Я знаю, что ты с Инстаграмом на вы. Вы меня пиарите? Да. Все подпишутся? Конечно, сразу же. Подписывайтесь, подписывайтесь на все три аккаунта сразу. Ну, ладно, Миша, если ты захочешь начать сегодняшний разговор с этой темы, давай тогда про твой Инстаграм поговорим. Как тебе вообще вот эти современные вени? Ведешь ли ты сам в свой Инстаграм или у тебя есть специально обученный человек? Нет, у меня нет обученного человека, но есть человек, который говорит, ты что ничего не выкладываешь? Давай выложи уже. Это жена моя. Это жена, которая там все время объедет тебя под бокс. Ну, у тебя такой... Что, какое слово я думаю? Какой? Ты как? Она мой СММщик. Я угадаю. Покажи еще руками. Ты вот такой. Круглый, подожди. Овальный. Я не могу это в эфире сказать. Я слово СММ забыл, во-первых. Вот СММ, правильно, есть такое слово? Есть. Она вот мой СММщик. Но она не только твой СММщик, она твоя жена. И она следит еще за твоим правильным питанием, правильно? Следит же за твоим правильным... Уже нет. Как? Ну, подожди. Мы отдыхаем, уже два месяца мы... Ну, она же занималась правильным питанием. 15 килограмм я набрал. Поэтому появилась запись алкоголик тоже. Врачей ее не было. Скоро я ее уберу. После этого? А почему, кстати, алкоголик? Ты так афишируешь это, написал. А я знаю. А вот эти я тоже вот скажу. Я-то готовился к интервью. Мне интересно, что Александр на это ответит. Пожалуйста. Кто я такой? Люблю водочку. Вот и все. Понимаешь, я сам хотел это сказать. Ты тоже любишь, да? Да. Я не знаю. По воскресеньям. Но не в будни. Только что, чтобы... А это? Это другое. Это другое. Это топинг. Это другое. Саш, а почему действительно, если мы говорим вот об этом... Это шутка, конечно. Саша суперзошник. Зошник, спорт. Он сегодня трезвый. Мы рады. Какая радость сегодня у нас в эфире. Саш, а почему действительно в КВН-е множество было миниатюр, эпизодов, когда ты играл, ну что уж тут греха таить, алкоголиков? Мы взяли все из жизни. Все образы у нас из жизни были в КВН-е. То есть ты не играл, ты по Станиславскому? Да. А ты когда-нибудь... Все это прошло, можно об этом спокойно говорить. Ты когда-нибудь, правда, выходил в состояние... Ну, чтобы погрузиться, так сказать... Под шофе. Ну, чуть-чуть, так для храбрости, назовем, да. Конечно. А чтобы вжиться в роль прям вот совсем? Ты играешь алкоголика, так сказать, чтобы понимать, что делать? Не, мне это не нужно было. Надо вспомнить, когда я не выходил. Но подожди, у тебя не так давно был день рождения. Это все шутки. Да мы это понимаем. Да, конечно, друзья мои, вообще не воспринимайте все серьезно. Пригласились сюда в гости алкоголика. Очень серьезный человек. Саша, не подмигивай, мне будет сейчас уже скоро песня, мы будем дальше разливать. Продолжи, Маша. Продолжаю. Ну, не совсем эту тему. Я хочу тебя поздравить с наступившим днем рождения. Спасибо. 5 июня у тебя случился праздник. Ну, это же прекрасно, юбилей. Тогда и появился этот алкоголик еще раз. Так. Как отмечали, рассказывай. Такой есть конно-стрелковый комплекс в Челябинске. Мы скакали на конях, кидали копья, стреляли из ружей по тарелкам, из арбалета, пели караоке. Ничего себе, это филиал Монголии в Челябинске. Ну, такая, да, страна у нас есть. Ну, а вообще вы знаете... Я в челябинске. Да, мы знаем, кстати, да, Челябинск, Россия. Ты, кстати, часто бываешь сейчас в Челябинске или уже полностью здесь? Вообще каждую неделю я летал туда. Сейчас мы решили попробовать в очередной раз перебраться. Подожди, каждую неделю на протяжении какого времени? Года полтора-два. Ну, нет, если получается улететь. Да ты богатый человек. Каждую неделю на самолет. Я был бы богатым человеком. А, был бы, если бы не летал туда, в Челябинск. Ну, расскажи, как там сейчас в Челябинске с юмором дела обстоят вообще? Все в Москву уехали. Не осталось, я думаю, юмористов. Все юмористы. Вообще все. Да ты что? Все. Ну, подожди, а вот сейчас, кстати, стендап очень популярен. Сейчас практически стендаперы ездят по всем городам России. Может быть, в Челябинске есть некое такое гнездо, героица. Есть, какие-то клубы есть, но я стендап не увлекаюсь самостоятельно. Но ты юмором увлекаешься? Шоу своим любимым. Шоу, давай о нем и поговорим, кстати. Как вообще возникла идея? Хотел еще про Челябинск спросить, но ладно. Нет, ну вот мне на самом деле очень интересно поговорить про СОУ. Ты один? Ну да, лет 10 назад. Да ты что? Собрал команду, потому что сам не хотел ничего делать. Раздал всем роли и все. И все. А зачем этот период КВН тогда был? То есть непонятно. Я искал. А, ты тренировался там, вот что это. Он оттачивал юмор, правильно? Это не одно и то же, что я сейчас сказал Маше. Он тренировался там. Он тренировался это одно. Я учился манипулировать людьми вот этой компании. Они сейчас полностью подчинены мне и все. Одному тебе. Ну ладно, давай не будем, ну собственно, наших зрителей и слушателей сейчас как-то пугать, что ты там злой такой карабас-барабас. Ты говорил мне, кстати, за кадром, что у вас там есть некая такая творческая группа, которая придумывает, остается, генерирует какие-то идеи и так далее. Вообще не уходят с работы. Остальные просто статисты. Остальные, да, три человека просто статисты. Это часть моего плана закрытия и все сработает, а я вот хожу по всяким передачкам. Чтобы их никто не знал, не слышал, да, чтобы вся слава досталась тебе. Странно, к нам Лёля тоже приходила. А то же самое говорил, да? То же самое. Подожди. Она говорит, я это шоу придумала 10 лет назад. Я думал, я не приду, и ей сказал, скажи так. Она просто не сослалась. Кстати, Лёля, пользуясь случаем, тоже передаем тебе огромный привет. Огромный Лёль. Да, нам очень понравилась твоя музыкальная композиция. Приходи еще. Да, приходи еще обязательно, но сегодня разговор уже не о тебе, уже разговор об Александре. Уволена. Да? У вас все так серьезно? То есть ты можешь так одним днем? Ну да, пока не закончишь передачу, потом, соответственно, перезвонишь, Лёль, прости ради бога. Это все ради рейтинга. Это была шутка. Пожалуйста, я вернусь. Понятно. Вы что, в Инстаграме сидите? Я нет. Это Мишка сидит. Подожди, у нас есть сценарий, у нас есть некий план, но мы любим не придерживаться его, потому что гость у нас всегда очень интересный, и сегодня тоже такой разговорчивый. А сегодня исключение? Нет, такой разговорчивый, и непонятно, куда дальше заведет нас по-балу общение. Поэтому вот ты предложил тему поговорить про шоу. На самом деле, тема достаточно глубокая и интересная. Мне интересно, как вы придумаете все вот эти музыкальные конкурсы и так далее. Собирается ли вас там целая группа, или это действительно тебе там ночью что-то родилось, и ты сказал, будет только так, а не как по-другому. Как обычный мозговой штурм, как обычный. Подожди, люди, которые едут и занимаются совершенно другим делом, они не знают, как обычно. В машине сейчас сидят, ну вот, смотрите, вы сидите в пробке. Ну, пообщайтесь с друг с другом, листочки раздайте, напишите темы, давайте придумаем какую-нибудь игру, конкурс. Вот, сидите в машине и придумывайте. Саш, ну понимаешь, есть же, давай, ну что же мы так вот прям, знаешь, так... Давай листочки. Нет, смотри, вот приторно-приторно заговори, ну вот, мы все сами придумаем. Но есть же вот, Маш, и ты так делаешь, и я. Открывается интернет, открывается опыт других стран, опыт других шоу, и потом это оказывается на нашем телевидении. По такому пути нет соблазна пойти. Да-да-да-да. Ну, мы смотрели какие-то музыкальные шоу, но что-то у нас не получилось украсть ничего. Не понравилось. Ну, подожди, ну вы наверняка смотрели. Ну, либо нет, какие-то идеи-то подбомы, где-то есть в любом случае, но мы, честно, первый пилот готовили, все свое должно быть. А сколько по времени уже шоу в эфире? Ой, я думаю, два года. Уже два года. Я не знаю. Подожди, вы не ведете там какой-то отсчет? Я помню ровно, ровно где-то три месяца жизни, а потом все стирается. Все? Ну, три месяца подбой. И потом все с чистого листа, все сначала. Друзья мои, да, ну давайте я предлагаю сейчас уйти надолго на музыкальную паузу, после которой мы сразу же вернемся и начнем все с чистого листа. Никуда не переключайтесь. Да, вместе с нами сегодня Александр Алымов, поэтому прям сейчас музыка. Давай музыку слушать. А потом снова мы, поехали. Александр Алымов. И это не я, и это не наша новая. Это наш сегодняшний гость, с которым мы уже успели кое о чем переговорить, но это только-только начало. Никуда не переключайтесь, не перестраивайтесь. Смотрите, мы сегодня с вами, как всегда, наш новый Майквой с вечерним своим представлением. Да, друзья, я хочу сказать, что у нас сегодня уникальный эфир, потому что Александр сказал, что он в основном молчит, только смотрит, анализирует. А сегодня мы его разговаривали, сегодня он такой говорливый, все говорит и говорит, нам просто его не остановить. Маша, спасибо за твой стюм. Машу тоже не остановить. Нет, почему? Молчаливая соведущая, согласен? Молчаливая ты. Хотите, я могу помолчать? Одну секунду. Маша, Маша интроверт. Все, время прошло. Вот, сейчас, ты готова? Да. Я готова, я хоть вопрос задам? Давай. Саш, вопрос вот какой. Ты про себя говоришь, ты вообще интроверт или нет? Вот ты говоришь, я не разговорчивый. Какое-то слово, я даже не знаю, что это значит. Интроверт, интро, я знаю, что такое интро. Есть экстраверт, который все из себя, вот как я, со всеми ЭГГ переговорит, там все, энергия из. Или интроверт в себе, мир в себе. Вторая часть, вот вертел я все, верт, верт. Верт, верт. Подожди, но интро будет феерическое, я чувствую, да? А потом будет верт. Я к чему, я к чему все это говорю? Внутри себя? Да. Нет, сейчас я... Шоу внутри себя. Я внутри себя, сейчас просто думал. Да, я внутри себя. Я внутри... А Маша-то как внутри себя? Подожди, но мне кажется, у Александра там внутри такое шоу разворачивается, просто огонь. Слушайте, а то вы дадите мне сказать, Елена, что же это такое? Давай продолжаем. Как можно быть неразговорчивым человеком, играя в КВН, сделав собственное шоу вообще без помощи кого бы то ни было? Образование, опять же, мы закончили на образовании. На секундочку. На секундочку преподаватель английской информатики, верно? Yes, of course. И 1.0.1.0 должно сейчас пойти уже в бинарном коде. Ну, ты же правда лукавишь. Нет. А подождите, все, кто занимает информатикой... Поэтому и не заладилось у меня с педагогами. Педагогикой. А ты по профессии, по специальности, насколько я понял из твоей биографии, не отработал ни дня? Нет. Ну как не отработал? Я даже ушел, по-моему, на четвертом курсе на годок в КВН, потом вернулся. То есть, дорогие друзья, у меня это в университете называлось отчисление, а у Александра это называлось «Уйти в КВН», а суть это была одна и та же. Ну, подожди, вот Александр... Не отчисление, а Академ. Академ, да, да. Ребятки, у меня много отчисления. Декрет Академ, как... У кого? Каждый КВН. Куда что учился, дорогие друзья? У тебя декрет, естественно. Академ. Академ, хорошо, все. Но смотри, ты лукавишь, что ты не работал по профессии ни разу. Смотри, ты же мне вот рассказал, что вы сейчас разрабатываете, придумываете всякие конкурсы, которые потом вы, я не знаю, как это правильно вот этим программистским языком назвать, вы все эти коды, шифровки, короче, для широкой аудитории делаете некое приложение, Ну, цель есть такая сделать, хотелось бы. Вот, расскажи об одном. Наш самый любимый эксперимент называется «Вы орете великолепно, где нужно». Так. Ну, грубо говоря, караоке. Так, 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 так. Караоке, но с препятствием. Надо петь и проходить препятствия. Как это, подожди, это... Ну, там шарик летит. Как супермарил? Чем ты громче поешь, он взлетает. Ага. Чем тише, он ниже. Все, надо влетать всякие штучки. Я был бы чемпионом этой игры. А вот нет, приходи к нам на шоу. Когда, куда? Давай сразу же расскажем всем. В пятницу вот будет у нас. В пятницу? Наверняка в промежуток между шестью и девятью. В семь. В семь. А где? Это стендап-стор, Петровка 21, в семь часов. В пятницу у нас будет вечеринка, где мы будем проверять то, что когда-то покажем по телевизору. Друзья мои, и после этой проверки потом лучшие эпизоды обязательно будут включены в телевизионную версию, да? Да, да. Была изготовлена памятная медаль с символом чемпионата мира 2018. Медали чеканиной серебра 925-й пробы. Качество чеканки – пруф-лайк. Масса 3,11 грамма. Закажите памятную медаль. Болейте за свою страну. Боритесь за путевку в Грецию. 8-800-707-03-37. 8-800-707-03-37. У-у-у! Друзья, большой футбол на теле радиоканале «Страна-ФМ» начинается! У-у-у-у! У-у-у-у сегодня, у-у-у! Да, а сегодня у-у-у! Каждый эфир будут разные позывные. Это все для того, чтобы вы прямо сейчас делали свои приемники погромче, делали в своих экранах максимальное разрешение, слушали и смотрели только любимый телерадиоканал «Страна-ФМ», потому что мы очень щедрый канал. Мы раздаем подарки только лишь за то, что вы делаете свои предположения о том, как будет. Прогнозы! Прогнозы, правильно, да. Это, представляете, беспроигрышная ставка. Это, знаете, прийти в букмекерскую контору, где выиграть можно, а ставить ничего не нужно. Это именно так здесь и работает. 18.20 и 8.45 утра. Ну, вы не ошиблись, сегодня не утро, сейчас вечер. Да, сейчас вечер. Но какие ставки, Миша, подожди? Какие прогнозы? Прогнозы надо было сделать на Аргентину, Снегерию. И надо было, конечно, сделать прогнозы, кто у них там в группе был, я уже и забыл, Исландия, Хорватия, ну, конечно же, и Дания, Франция. Вот, соответственно, те игры, которые у нас проходили вчера. Да, друзья, надо сделать свои прогнозы до завершения матча, до завершения результатов и так далее. И после этого вы станете одним из претендентов на наш самый главный приз, на поездку в Грецию на двоих. Но победителя мы определим, самого нашего главного победителя уже по прошествии чемпионата мира по футболу после 15 июля. Пока же мы разыгрываем наши медали. Да, непростые медали, это серебряные памятные медали, которые дарит наш телерадиоканал вам в дар, чтобы вы вспоминали о чемпионате мира по футболу. С изображением Маши Новой, с короткой стрижкой, в шортах, в гетрах, в бусах. И она, собственно, там футболистом, лица не видно, но поверьте мне, это она. Одно очертание и мой прекрасный силуэт. Давай уже подводить итоги, потому что есть у нас уже два победителя. Легко. Два события вчерашних. Дания, Франция 0-0 и Исландия, Хорватия 1-2. Да, Дания, Франция счет 0-0. Первый оказалась Татьяна Дзергунова. Это, знаешь, Миш, меня всегда удивляет, что не мужчины у нас побеждают, а именно девчонки, оказывается. Здесь важное замечание. Здесь важное замечание. Очень тяжелый результат, то есть предугадать его было действительно непросто. Знаешь почему? Первая ничья 0-0 на этом чемпионате. Первая за 37 матчей. Подожди, это значит, что и одни сильные, и вторые, или наоборот, Миш? Это значит, что и одним, и другим нужна была ничья, чтобы выйти из группы. И ты представляешь, они сыграли в ничью. Удивительно. Понятно. Исландия, Хорватия со счетом 1-2. Правильно, ответили 5 участников. И первая была Сумина Мария. И заметьте, друзья, опять две дамы. Да, 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 две дамы. Друзья мои, продолжайте участвовать, пожалуйста. Заходите на наш сайт страна.фм. Оставляйте там все свои прогнозы. Мы это все смотрим, слушаем. Обязательно будем вас всех награждать. Участвуйте и пучок как. Подводим, подводим итоги сначала каждый день. 8.45, 18.20. А самый главный итог финала мы подведем 20 июля. Да, приз того стоит, поэтому участвуйте. И, возможно, путевка на двоих. Иначе поедем мы с Машей. Почему вместе с Александром тоже поедем, да? Не были в Греции? Показать возьмете, да? Опять чемодан. Мне надо выбрать, с кем я поеду? Да, выбирай, пожалуйста. Все, не успел. Вечерний эфир на теле радиоканале Страна.фм продолжается. Знаем сегодня, как всегда, ну, собственно, как и в начале этого часа, Александр Алымов. А показали на меня, ты видел. Подожди, нет, это был такой заход. Креативный продюсер-шоу. Студия Союз. Правильно? Все верно. Джингл, правильный музыкальный адвок. Союз. Почти. Только мимо получился. А, ну, у меня вообще не очень хорошо с музыкой. Киноман в семье нет, алкоголик. Эй. Ну, подожди, Миш, ну ты все время сюда. Нет, сейчас пойдет про другое. Смотри, Студия Союз представляет собой уникальное комедийно-музыкальное шоу. Вот это самое классное. Комедийно-музыкальное. Но я знаю, что ты, собственно, тоже музыку очень сильно любишь, но такую нестандартную, скажем. Не вот эту, не популярную. Для узкого круга. Можешь сейчас с нашими тоже зрителями и слушателями, ну, вот такой дайджест топ-5. Да, да, да. То, что тебе нравится. Здесь важно, дорогие друзья, без четырех матерных корней. Потому что такая музыка, да. Ну, ладно. Есть Глад Волокас. Так. Глад Волокас. Вроде бы, да, ничего такого знакомого. Это раз. Инотик Полоскун, например. Инотик Полоскун. Это песня. Это приличная песня. Глад Волокас, это молоденький парень с голосом сорокалетнего человека. Мужчины. Я его люблю слушать. Потом, лорд пневмаслон. Сатана печет блины. Сатана печет блины? Печет блины. Может быть, какие-то альманахи из его творчества известны уже? Логичный лесник. Логичный лесник. А, лесник. Я думала, мясник. Лесник. Лесник. Логичный лесник, он любит шишки там поет. Я логичный лесник, я живу в лесу. Ну, что естественно, кстати. Абсолютно. Мафика слушаю. Мафик? Да, Мафик, шансончик. У него клипы хорошие. Ну, мы их используем у себя. Ну, давай. И вот пятерку эту замкнет. Ну, скотч Запойкин. Сейчас меня замкнет. Понимаешь, а не пятерку. Скотч Запойкин. Скотч. Не скотч. А, скотч Запойкин. Даже был говорить сложно. Мафик, мафик, мафик. Да, да, да. Скотч Запойкин. Я просто не знаю, честно говоря, как теперь переходить к нашему следующему конкурсу. После всего перечисленного, Александр. Это, конечно, уникальные коллективы творческие. Там малая часть. Их на самом деле так много. Если глубоко в интернет копнуть. Ну, подожди, можно у тебя в Инстаграме посмотреть, что ты слушаешь, что тебе нравится? Ты это выкладываешь, кстати? Ну, не все, но выкладываю. Я фильмы выкладываю, какие мне нравятся. Я люблю фильмы. Ты знаешь, вот после фразы, вообще, если копнуть в интернете, можно вот это все найти и послушать. Мне кажется, сегодня приоткрылась маленькая дверца Даркнета, вот так называемого. Знаешь, как у нас в передаче? Мы еще там показали иную реальность, и мы сразу после пятого из планеты ее аккуратненько закрыли. Нет, а вот я приду домой и открою. Не получится. Не открою эту дверь. Нет столько времени у людей свободного. Это наша работа. Мы год копаем. Может, вы поэтому такие все смешные и креативные? А вот если бы мы слушали такую музыку, может, мы тоже были бы сейчас? А представляешь, Александр потом в программе по заявкам через час позвонит нам и песенку попросит поставить. Пожалуйста, Розенбаума, можно? Сатана печет бледы и привет маме. Окей, друзья, таким плавным образом мы подобрались к нашему конкурсу, который мы всегда проводим с гостем. Сегодня у нас конкурс забавный. Вам всем хорошо известны. Не зря у меня наушники? Да, надевай скорее наушники, ты будешь нас, да, слышать лучше. Ага, привет. Хорошо нас слышишь? Да. Привет, привет. А ты можешь оба надеть? Серьезно. Да, так будет еще лучше. Тогда я себя не буду слышать. Смотри, мы сейчас будем с тобой угадывать музыкальные композиции, которые крутятся у нас на теле-радиоканале Страна.фм. Их знает и любит вся наша страна. Не знаю, слышал ты их когда-нибудь или нет, но придется тебе их угадать. Название песни, надо сказать. Название песни и желательно, конечно, кто исполняет. Но мы будем их не просто ставить, а, естественно, в обратной перемотке. Попробуем? Давай. Давай, поехали. Первая композиция. Мишка тоже, кстати, не знает, что это такое, поэтому помогай. Давай, давай. Геркоров. А песня какая? Цвет настроения снижения. О, с первого раза говоришь, не слушаешь такую музыку. Питюничку. А теперь можно нам вывести, как она звучит в оригинале. Действительно. Тут можно подпевать, кстати. Это вот о чем я говорила. Миш, давай, запевай. Бикини твоя. Она так чувствует себя богиней. Брависсио. Ну, оказывается, ты знаешь эти песни. Эту. Эту. А, не факт, что следующие. В интернете видел. Все, хорошо. Тебе понравился клип, кстати? Да, все собрали все стереотипы. Ну, творческая команда ребят делала. Я даже знаю, кто. Знаком? Да, мы тоже знаем. Тебе нравится их творчество? Очень. Все, прекрасно, это правильный ответ. Не будем говорить, кто это никому. Дальше, дальше, дальше. Да-да-да, поехали дальше. Вторая композиция. Сейчас у наших слушателей срывается мозг и копытка. Или мозг срывается у Александра. Пока Александр думает, я хотел бы сказать нашим слушателям, дорогие друзья, если кровь пошла из ушей, лучше все-таки ваткой, без палочки, мало ли, чтобы не повредить ничего. Ну как, нет, первое предположение. Ну, женщина. Женщина, молодец. Ага, пол-дела. Ага. Не на русском. Или на русском. Нет, подожди. Теле, радиоканал «Страна-ФМ». У нас все песни только на русском. А у нас «Страна-то РФ», а не «ФМ». Да. Тогда не знаю. Но она поет на русском. Давайте еще разок послушаем. Давай попробуем. Извините. Сдаешься? Михаил, нам нужна твоя помощь. Звоню в колокол. Давай, обращайся. Ты знаешь, когда я был чуть помладше и играл в такую компьютерную игру «Дум», вот когда доходишь до босса, мне кажется, он издает вот такие же звуки. Вот примерно. Подсказку хочешь? Это блондинка. Угу. Так. У нее... Брежнева? Нет. Брежнев. Тоже они... Не блондин. Так. Это блондинка. Так, надо что-нибудь еще сказать? Не догадался? Какие? Если можно. Ну, кстати, у нее в ее творческом псевдониме только лишь одно имя. Если это тебе поможет. А в молодости она пела про моря, про черепах. О, ясно. Морская черепашка по имени Наташка. Пела раньше, а сейчас она поет там про детей, короче, про дочек. А это песня про что? Вот про дочек, точек. Про мужчин. Я понял. Ну все, больше уже некуда. Ну как ее зовут? Скажи. Как ее зовут? Морская черепашка по имени Наташка по имени Наташка по имени Наташка. Он там что-то жует, кстати, постоянно. Как бы Эррият съездил, да, в Саудовскую Аравию? Допустим, я просто буду предполагать. Предполагай, конечно. Я знаю, что это неправильно. Это не важно. На-на, Зинаида. Это правда неправильно. Даже, даже не близкий вариант. А вы в курсе, что у них есть такая песня? Да, Зинаида. Не Фаина, а Зинаида. Зинаида. Почти. Моя Зинаида. Еще разок. Давай еще разок, окей. Матсакьяна душа. Нет. У него, кстати, название его группы. Так. Название его группы. Так. Находится на Украине, скажем так. Связано кое-как с Украиной. Киев? Связано кое-как. Киев? Нет. Связано с... Для меня это очень сложно. Я, во-первых, не запоминаю фамилии. Так. А во-вторых... Майк Войсмашнова. А? Это я сам с собой. Так, и что же? Подсказки мне нужны. Еще. Украина. Еще. Есть такая болезнь. Есть еще такая болезнь. Раньше была. Вот его фамилия как-то с этим связана. По-другому. Еще. Коклюш. Коклюш, кашель. Вот что-то с этим связано. Коклюшкин? Нет. Еще собаки едят. Собаки любят. Корм. Педигри. Нет. Вот им бросаешь одну такую большую, она с ней играет. Костя. Кость. Она с ней играет. Палка. И фамилия? Палков. А, это знаменитый, знаменитый Коклюшев Палков. Внук Салтыкова, Щедрина, Коклюшев Палков. Ну, естественно. Украинцев. Украинцев Коклюшев Палков. Ну что собака ест? Ну что она ест? Что дадут? У меня нет собаки. Ну была курица, после нее остались Костя. 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 Ту. А, ну, Одесса. Группа А, Одесса. Нет, все правильно. Группа А, Одесса. Ну, а там Костюшка, да. А можно нам послушать? Палют. Я не танцую, женщина, я не танцую. Знаешь, это песня? А я сейчас знаю. Я не ревнуюсь, женщина, я не танцую, женщина, я не танцую. А мы договаривались петь, почему пою только я? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, поехали дальше. Мы на самом деле, когда играли в КВН, все эти песни переделывали. Ну. Вообще все. Ну, подожди, но ты же слушал их. Я только знаю перепевки наши. А, ваш. И как вы эту переделали? Ну, там сидели с Нинкой, мы на поминках. Ну, и там подошла танцевать, женщина, не танцует женщина, тут не танцует. Хватит улыбаться, пришли же попрощаться. А мне нравится такой, ёбан. Круто, круто. Мне нравится такой. А может быть, со следующей композиции тоже у вас была переделка и что-то связано? Конечно, была. Поехали, слушаем. Ясно. Тихо. Что-то знакомое. Что-то знакомое. Это несколько, видимо, мужчин поет. Так, молодец. Ты на правильном пути. Костюшкин был, да? Начали чай вдвоем. Это уже не Костюшкин, да. Полдела сделано. Осталось еще там буквально два бойсбенда. Не любая. Не любая. Давай я тоже. Вот я услышал Иванушек. Вот хоть ты убей меня. Ты увидел, может быть, Иванушек. Нет, честно, что Иванушки Интернешнлова, это мы угадали. Когда зазвучало, как из первой аккорды пошли, я понял, что это тополиный пух. А потом я начал разочаровываться. И, по-моему, и... Ну, Миша, ну вот все. Молодец. Так, Иванушки Интернешнлова, тополиный пух. Да! Опять больше. Жара июль. Это мы сто раз переделывали. А как? Надо вспомнить. А, ну там про аллергию было. Ну, про... А как она начинается? На свальте белом. Да, конечно. Там что-то валяется Валера, еле-еле дышит, ингаляторы ищут. Тополиный пух. Класс. Это круто было. Мне нравится, как наш конкурс так перерос в твой вечер воспоминаний. Как у вас было в КВНе. Да, переделывали. Поехали дальше. Но это из современненького сейчас уже что-то более или менее. Женщина. Прекрасно. Лобода, может быть? Есть еще женщина, кроме лобаты? В этой стране нет. А. Я знаю. Знаешь? Ты молчу, нет. Давай. Саша, говори. Пока нет предположений. Нет? Женщина. Женщина. Блондинка. Опять? Да. Нет. А у меня, кстати, про брюнетку было предположение. Ну, раньше она была брюнеткой, да. Ее Аня зовут. Аня Лорак? Вот я тоже подумал про Аня Лорак. Нет, 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 не Аня. Александр, продолжи просто играть. Один. Вы мне говорите, а я переделаю. Это была финальная песня, там, что режиссер подсказывает. Ну, я одну угадал. Одну же я угадал. Угадал. Ну, подожди, ну, давай мы с этой тоже завершим. Мне очень интересно, какие еще есть предположения. Это не Лобода, это не Лайме Вайкуле, это не Валерия. Смотри, как. Наталья уже была. Да, Наталья была из блондинок, и Вера Брежнева тоже нет. И круг сразу же вот просто замкнулся. На ней. Бузова ты? Больше? Нет. Она не блондинка. Бузову я узнаю. Из тысячи по глазам, по песням. Нет, нет. Это по-лина-гага-ри-на. Да, прави сего. И эта песня? И эта песня? Какая у нее самая... Кукушка. Нет. Нет. Желательно. Ну, там, где спектакль был, и вот он. Спектакль окончен. А ее переделали? Есть. Нет. По-моему, нет. Слушаем оригинал, как это звучит. Да? Ну, сразу же. А мне кажется, с первых аккордов я бы угадала. Ну, ты знал хотя бы эту песню? Ну, конечно. Ну, все. Мы ее переделывали, но не так. На созвучные слова. А-а-а. В общем-то, дорогие наши друзья, спасибо, что вы все это время стали, чтобы выдержали этот мозговой взрыв музыкальный. Поэтому сейчас мы прервемся немножко на рекламу, на композицию музыкальной. Да, потом снова к вам вернемся. Пойдем другим путем. Раз вам не нравятся мои представления, буду представлять, как Маша и так, юморист, игрок в КВН, режиссер, редактор, автор шуток Александр Алыбов. Здравствуйте, креативный продюсер шоу. Вот это самое главное, да? Сутья Союз. Вернемся к прежнему представлению. Мне нравится сегодняшняя программа. Саша, у меня такой вопрос. Сейчас лето. Да ты что? Лето, да, как ни странно. Друзья, кстати, первый месяц уже подходит к концу. У вас в программе сейчас есть какие-то каникулы? Вы прервались? Ну да, у нас повторчики там показывали. Хорошо. Никто и не заметил. Но скоро у нас съемки. Все, вы вернете. И будет очень круто. Будут крутые гости. Ну сейчас вы прокатаете свой материал на вот этих всех вечеринках. Приходите на вечеринки в пятницу в этот раз. В пятницу соответственно. А вообще по воскресеньям в 6 часов. Но не в этот раз. Но не в этот, извините. Друзья, по старой доброй традиции я хотел бы обратить ваше внимание, что наши гости всегда нас зовут к себе. И обязательно в пятницу. И обязательно в промежуток между 6 и 9. В воскресенье в 6. Петровка 21. Стендап Сторг. Я приду. Все. В это воскресенье. Да, я тоже буду. Нет, в следующий. В эту пятницу. Все. Ну смотри, окей. Я продолжу тему лета. Если можно. Помимо вот этих вечеринок, у вас есть какие-то каникулы? Куда ты с семьей? У тебя большая семья? На секундочку. Ну так. Вы куда-то с семьей собираетесь летом выезжать? Ну, мы успели в апрельчике съездить и в майчике съездить. Ну, это все-таки... А, и в апрельчике, в майчике, в июнчике, да, уже были? В июнчике вот не получилось. В августе съездить. А куда? И вот на секундочку. Мы были в Дубае, в Турции. А сейчас... Маша хобби. Маша хобби почитать... Эта рубрика «Посчитай чужие деньги». Да ну ладно, я обожаю... Считать чужие деньги. Я обожаю путешествовать. А, ну мы по России на машине проехали. В какие города? Хотели по всей проехать, но не получилось. И переехали в Москву из Челябинска на машине. За пять дней мы везде заезжали. Подожди, вы в Брянске были? И решили улететь в Турцию. Куда? В Дубай? Нет, в Турцию. В Турцию. Скажи, вы в Брянск заезжали? В Брянск нет. Почему вы объехали Брянск стороной? Так мы из Челябинска ехали. А я из Брянска? Это под Минском. Это просто... Под Смоленском. Это где-то... Под каким Минском, Смоленском? Здрасте. Это Гомель где-то. А, это Брест. Я путаю. Это Гомель. Гомель. О, в Гомеле мы были. А в Гомеле были? Нет, это отдельная история, очень смешная. Нас в тюрьму посадили, потому что я спиннер крутил. А где? Есть сюжет на Первом канале. Я крутил спиннер, и нас забрали в это. В Беларуси? Да. В братской нашей... Я люблю их. Я рад, что это со мной произошло. Кто-то позвонил, сказал, тут что-то крутят. Террорист? Так. Против батьки. Все, официальная заявка. Звонок прошел, надо... Саш, ты сейчас не шутишь. Не шучу. Есть... Вот забрали за спиннер, наберите в интернет. А потом, вот мне интересен диалог в отделе, на милиции у них еще в милиции пока. Ну, они понимали глупость ситуации, но протокол надо было. Протокол? Ты заплатил знаменитый спиннеровский штраф? Я его подарил. Подожди, а 15 суток вот эти спиннеровские? Всех спиннеровцев о Беларуси, где они собирают, не было? Нет, нет. Ну, это было очень смешно, и я рад, что это произошло с нами. Есть о чем рассказать в эфире «Страны ФМ». Нет, но мне кажется, что все это рождается потом в какие-нибудь... В благодарную почву для юмора. Устали мы звонки и интервью давать, и звонили чуть ли не из BBC, CNN, я не знаю. Представляешь, раз и стал знаменитым на следующий день. Вот так было у нас в КВН-е то же самое, но тоже посмотрите, не студию «Союз», а «Союз» в интернете. А что было в КВН-е, ну-ка, ну расскажи. Ну, всякие шуточки, после которых что-то произошло. Шумиха грандиозная, да? Ну вот, кстати, раз уж мы заговорили о КВН-е и юморе, мы всем гостям задаем вопрос. Есть ли у тебя какой-нибудь совет или лайфхак? Как научиться относиться к жизни? Жизнь у нас непростая, но с юмором научиться относиться к жизни. Обычно мы с этого начинаем нашу передачу. Ну, а сегодня решили завершить этим. Как относиться? Как? Не знаю, я 20 лет этим занимаюсь, я по-другому не умею жить. Поэтому, ну, 15 лет поиграйте в КВН, поездите на плацкартах, поедете до Шираки. Так, с дебелями на КВН-е и саму придет. Готов к блицу тогда с юмором? Что это? Я задаю вопросы безумные, получаю безумные ответы. Очень быстро, да? Все довольны. Ну, давай, давай. Для меня самое важное в жизни. Поесть. Идти по жизни с юмором это? Правой, левой. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Ну, я бы молился. А 3018? О! Пойдет, ответ вполне. Когда я буду таким же креативным, умным, но старым, я скажу своим прапрапраднуком? Повтори. Если бы не юмор, я бы сейчас в школе работал. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь Маши, что бы это была за шутка? Про Ельцина. Про Ельцина, нормально, вот ты ожила. Это круто, друзья, спасибо огромное. Сегодня с нами был Александр Алымов, сценарист, юморист, креатив, продюсер, шоу студия «Союз». А мы достаёмся. Приходите к нам на вечеринку, приходите. Это «Информационно-развлекательный телеканал» с синхронным вещанием в FM-диапазон.